Больше десяти лет ушло на восстановление Спаса Преображенского Валаамского монастыря. Но реконструкция предстоит еще нескольким объектам обители. Все работы курирует лично патриарх Кирилл. Ежегодно предстоятель проводит праздничные богослужения в честь основателей обители, преподобных Сергия и Германа. И в эти дни на Валааме тысячи паломников. С русского Афона репортаж Екатерина Фисенко. Праздничная служба начинается после утреннего звона. В этот раз он особо низкий, основательный. Участвуют только самые могучие колокола древнего монастыря. С высоты колокольни вся каменная гряда, как на ладони. Легкая дымка над скитами. Это братья коптит рыбу. Катера свозят сотни людей к Спаса Преображенскому храму. И патриарх уже ступил на святую землю. День памяти преподобных Сергия и Германа – главный праздник Валаама. Службу в честь основателей монастыря каждый год проводит сам патриарх. Под его личным попечением находятся все соборы острова. Монастырь, который является действительно жемчужиной всего православного, а даже, можно сказать, всего христианского мира, монастырь на глазах меняется. И каждый мой приезд, к сожалению, единый жильц год, дает мне возможность видеть это положительное обыдение. Леса на главном Спасо-Преображенском храме как наглядное пособие к тому, о чем говорили на попечительском совете по восстановлению монастыря. 20 с лишним лет после возрождения монашеской жизни не прошли даром. Восстановлены абсолютно все скиты. Построена даже новая пожарная часть в виде сеного сарая, чтобы не сильно выделялась на фоне деревенских пейзажей. По мелодичности с колоколами Валаама может соперничать молоток мастера. И только на плохих, выветрившихся кирпичах инструмент фальшивит. Капризная погода Ладоги – главный враг соборов. И все же старинные балки из лиственницы, открытые всем ветрам, менять не приходится. Она очень глубоко входит в массив кладки с обеих сторон, защищена хорошо от дождя. Поэтому она до сих пор выстояла и стоит. И держит вес двух колоколов – 9-тонного и 6-тонного. Это удивительно. Позолоченный крест на одной из главок. Из него в начале реставрации вытекло 100 литров дождевой воды. Совершенно не испортился. В ремонте только табличка, которую, впрочем, с земли и не видно. Было написано, что сей крест установлен в 1889 году братьев Аламского монастыря при Игумене Янафане. Поэтому этому кресту, я говорю, уже больше 100 лет. Во время божественной литургии собор не вмещает всех паломников. Обычная программа – за несколько дней посетить несколько десятков церквей. Ведь столько раз в году можно попасть на службу, которую ведет патриарх. Тысячи паломников – теперь основная забота Валаама. Решив их духовные проблемы и отреставрировав все храмы, братья теперь собираются заняться решением их физических потребностей. На очереди ремонт зимней гостиницы, в которой пока и кино, и детские кружки, и приют для нескольких десятков котов. В следующем году, к очередному приезду патриарха, ремонт гостиницы должен быть завершен, а значит появится еще больше возможностей помолиться и насладиться северной природой. Екатерина Фисенко, Сергей Иченко, Алексей Сосырин, Александр Федоров. Вести Валаам.